Здравствуйте! Мы продолжаем вас знакомить с новостями из Отавы. Для того, чтобы получать больше новостей, не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще не подписались. Поставьте лайк, колокольчик. Вы можете посмотреть наши предыдущие выпуски на нашем канале. Сегодня мы расскажем о том, что сейчас происходит в Отаве. Сегодня в Отаве уже девятый день проходят протесты, которые начались с протестов тракеров против вакцинации, но переросли в нечто большее в протесты за свободу, за смену ограничений и за возвращение тех прав, которые мы, канадцы, потеряли в результате ограничений, введенных против ковида. Атмосфера праздника сохранилась. Сегодня был солнечный день. Было даже, пожалуй, больше людей, чем прошлые выходные. Люди вышли на улицы, довольные, с радостью, с улыбками. Но, несмотря на прежнюю атмосферу праздника, кое-что поменялось. Но главное, конечно, фактором это то, что практически бегство Тридо, который по такому случайному, конечно, совпадению заболел ковидом именно в день, когда колонна конвоя свободы прибыла в Отаву и продолжает практически прятаться от всех и даже не может начать переговоры с народом по телефону или через массовые медиа. То есть он по-прежнему утверждает, что это ничтожное маргинальное меньшинство с ошибочными взглядами. Он делает упор именно на наличие экстремистов среди этих людей, хотя, конечно, большинство людей совершенно мирные люди, вышедшие протестовать. Очень интересно, что партия консерваторов, которая получила на фоне вот бегства Тридо шанс на то, чтобы получить популярность, она погрязла в базне. После отставки лидера консерваторов практически начались какие-то подковерные игры, интриги, и сейчас и консервативная партия погрязла вот в этой возне за новое лидерство. На этом фоне, конечно, набирает баллы People Party of Canada, которые с самого начала поддерживали повестку против ограничений. И, конечно, еще один новый фактор – это такое большое недоверие официальным медикам здравоохранения у Канады, потому что люди чувствуют себя обманутыми. Им сказали, что по достижении 80% уровня вакцинации наступит коллективный иммунитет. И, несмотря на то, что были альтернативные мнения, которые говорили, что, в общем-то, это не факт, была такая официальная пропаганда, что вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, и мы все отменим. И, в общем-то, этого и случилось. Понятно, что это не вина правительства, но, конечно, вот этот сам факт, что правительство, ну, такую тоталитарную пропаганду и не слушая альтернативных осторожных мнений, а сейчас, как говорится, оказалось, в общем-то, что эти люди были достаточно осторожны, это, конечно, не добавляет доверия официальным медикам, и это, конечно, большая потеря для общества, что люди перестали зверить медицину. Ну, и, конечно, люди считают предательством то, что массовые медиа Канады не освещают протесты или освещают их в совершенно искаженном свете, утверждая, что там ходят какие-то экстремисты со свастикой. Я, действительно, после долгих поисков нашел один маленький плакатик со свастикой, но дело в том, что на этом плакатике было написано «Трюдо фашист, он делает из Канады как то лигарное государство», а совсем не то, что вы подумали, и не то, что разбивали средства массовой медиа. То есть вы видите, насколько вот идут искажения протеста в средствах массовой информации. И если неделю назад люди с удовольствием позировали на камеры центральных каналах канадских, то сейчас люди больше доверяют каким-то блогерам с телефонами, чем людям с большими красивыми камерами. И это такая, конечно, большая перемена настроений в обществе. Ну и, конечно, очень большое озлобление людей вызвало факт, что были заморожены фонды компании GoFundMe. Все понимают, что для компании GoFundMe это огромные репутационные потери, после этого, которые вряд ли компания сможет оправиться и занять прежнее место на рынке этой компании. Понятно, что эта компания находится в Калифорнии, но не надоело не канадское правительство. И очень многие считают, что это как бы грубое вмешательство во внутренние дела Канады. И вот это вот вызывает определенные тоже негативные эмоции у многих людей. Не все имеют одинаковое мнение, но вот этот факт, он очень озлобляет людей, то что люди жертвовали деньги на определенную цель, а потом кто-то решает, что эти деньги не должны попасть тем, кому они жертвовались. Это, конечно, не очень красиво выглядит. И самое главное, что сегодня я впервые увидел так называемых антипротестеров. Это, конечно, небольшая группа, несколько десятков человек. Но что меня поразило, то что у полиции обычно существует протокол разделять людей, которые протестуют за противоположные вещи, ставить между ними барьерчики. Полиция какое-то расстояние, минимум 50 метров, чтобы люди не могли взять их в физический контакт. Здесь же полиция стояла в сторонке, люди совершенно спокойно подходили, дискутировали, пытались антипротестерами переделить антипротестерами. И, конечно, я хочу сказать, что вот эти лозунги, с которыми антипротестеры вышли, они очень смехотворны, потому что протесты проходят в центре города, где очень мало жилых зданий, практически нет жилых зданий. И уже тракеры сделали компромисс с полицией, что после 7 вечера никаких вбитков они не будут издавать, то есть шумом не будет. И еще более смехотворный аргумент. Они говорят, что, типа, некоторые бизнесы боятся протестов и из-за этого закрываются. На самом деле, конечно, все эти маленькие закусочные в центре города, кофешопы, они сейчас, наверное, первый раз за два года имеют такое полное заполнение. Все гостиницы в городе переполнены, потому что вот эти огромное количество людей приехало в город. В два года в центре города вообще люди не приходили, не работали в офисах, не покупали себе ланчи, не выходили на кофе. И, конечно, бизнесы все молятся за то, чтобы эти протесты длились как можно больше и как можно были более многочисленными, потому что первый раз за два года бизнесы наконец-то работают в полную катушку. Да, товарищи, это совершенно патовая ситуация. То есть мы видим то, что говорил Владимир Ильич. Низы не хотят жить по-старому, верхи не могут жить по-старому. Существует достаточно четкая организация среди вот этих протестеров, которая может собирать деньги, которая может держать людей в определенных рамках, которая действительно чувствуется четко кормить людей, снабжать бензином. И главное, что у полиции нет никакого желания никого разгонять. Они достаточно мирно стоят, улыбаются. Я видел сидящих за одним столом тракеров и полицейских, пивших кофе. Так что единственная надежда, что все-таки у людей в конце концов выработается коллективный иммунитет как к этим вирусам, так и вот к этому вранью массовой медиа, к нечистым политикам, к дешевым провокациям, попыткам вот так вот столкнуть людей разных взглядов, раздвинуть людей. И канадцы, в принципе, очень спокойно терпелили люди. Если даже спокойных канадцев достали, то это очень посерьезно. Если медики сейчас не дадут отбой, они не скажут, что все, этот вирус закончился, пандемия закончилась, так это уже сделали медики в Британии. Очень они не поступили, я бы сказал, когда все будет хорошо. Если же, конечно, кто-то попытается вот это уничтожное меньшинство, сотни тысяч людей, их поддерживающих взгляды, разогнать, то я не думаю, что это будет очень хорошим день. Спасибо. С прямым репортажем из Атавы Юрия Мочтой. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще не подписались. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok